Неожиданно повторяет, в общем-то, предыдущие доклады. Так, следующий человек, пожалуйста. А, у меня, рука сказал. Итак, на сегодняшний день, говоря о персонализации медицины, в том числе, в частности, лечении рака предстоятельной железы, необходимо помнить, что, безусловно, в первую очередь, мы хотим фокусироваться на определении оптимального диагностического объема у конкретного больного, а также выбора оптимальной лечебной стратегии для конкретного больного с учетом как факторов наследственности, возраста, расы, индекса массы тела, генетических субтипов, оптимирования генов, состояние иммунной системы. И в этом плане, помимо известных различий, вероятности развития рака, расовых различий, индекса массы тела, таких публикаций сейчас достаточно много, самые значимые – это наследственные факторы. И данные мета-анализы свидетельствуют об этом, о том, что семейный анамнез рака по стату увеличивает риски его выявления в 2,5 раза. Другие данные говорят о том, что родственники первой линии имеют вероятность развития рака предстоятельной железы 2,2 раза выше, чем в средней популяции, и родственники второй степени в 1,8 раза. К сожалению, нет ни одного какой-то единой генной мутации, которая могла бы объяснить наследование рака. У мужчин существуют вариации генетических мутаций, они отличаются от каждого мужчины, имеют своя частота их. На сегодняшний день выявлено около 100 одиночных калкулятивных полифорфизмов, которые связаны с предположенностью рака предстоятельной железы, и объясняют около 35% наследственного компонента риска. Было и выполнено исследование, когда изучались 5 ядерных полифорфизмов у пациентов с семейным анамнезом, и они имели в 9,5 раза выше вероятность развития рака предстоятельной железы по сравнению с пациентами без семейного анамнеза и неносителями аллели риска рака предстоятельной железы. Говоря о индивидуальной диагностике, хотелось бы сказать, что на сегодняшний день мы можем говорить о уже практически реальных шагах. К сожалению, безусловно, это доступно за рубежом. В нашей стране это достаточно дорого и широко не применяется. Если говорить о ПСА, частота определения которого в последнее время интерес к нему существенно снижается, тем не менее, значение этот маркер не потерял. Что касается других, то они достаточно уже производятся промышленно. И хотелось бы сказать, что на сегодняшний день в Гарварде, в медицинской школе, опубликованы данные, которые подтвердили данные шведского исследования в 2011-2013 годах, которые показали, что уровень ПСА, который определяется в раннем возрасте у мужчин, и который выше среднего показателя, он является маркером высокой вероятности развития рака у пациента с возрастом. И практически это исследование в определенной степени оживило интерес к определению ПСА именно в середине жизни, как бы считается, в раннем возрасте, от 40 до 49 лет. О маркерах 4К уже говорилось, и надо сказать, что эти маркеры действительно за рубежом очень широко используются в плане определения диагноза рака предстоятельной железы, что существенным образом снижает вероятность повторных, неоправданных биопсий, вообще первичных биопсий, и тем самым позволяет именно персонализировать диагностику рака предстоятельной железы при обследовании пациента. Необходимо сказать, что ядерный полиморфизм также на сегодняшний день, хотя это не промышленные тесты, очень широко применяется в отдельных учреждениях, где эта работа проводится, для снижения числа ненужной биопсии. Причем эта частота снижается, позволяет снизить до 20-25% это число. Достаточно большой интерес к экзосомам в диагностике рака предстоятельной железы, потому что биохимический состав экзосом практически полностью соответствует признакам секретирующей клетки. В этом плане вне онкологии была выполнена работа, я буду снижением скоряться, которая определяла с помощью определенной методики, которая была работа в том числе и в институте, выделяла маркеры диагностики рака предстоятельной железы у пациентов. Причем в обследовании взяты были около 25 пациентов раком предстоятельной железы, как правило, это средняя и высокая группа риска. Забирался анализ мочи, после центрифугации, центрифугирование осадка из осадка были выделены из экзосом маркеры микро-РНК. Их три, которые оказались наиболее информативны. И практически исследование показало, что они достаточно имеют высокую чувствительность для определения диагностики рака предстоятельной железы. Мы надеемся, что через год мы оценим эти маркеры в плане агрессивности и показания у этих пациентов. И в последующем надеемся, что эти маркеры будут применяться в клинической практике в институте. Хотелось бы привести несколько алгоритмов персонализированного подхода диагностики рака предстоятельной железы, которые оценивают как генетический индекс, который оценивается в определенной методике, семейный фактор, который выделяет группы раннего скрининга, которые входят в ранний скрининг, которые имеют семейный анализ, высокий генетический риск. В последующем биопсия. И если она отрицательна, то с учетом индекса здоровья простаты, ПСА-3, генетического риска, выделяется та группа, которая нуждается в последующем. И вот еще один алгоритм, который учитывает и ПСА, и индекс здоровья простаты предстоятельной железы. То есть на сегодняшний день эти маркеры практически производятся промышленным способом, доступны и позволяют именно более презентационно подойти к диагностике рака предстоятельной железы у пациентов высокого риска. Существует, как уже говорили в предыдущих докладах, маркер простаты на этапе выбора лечения. То есть когда мы сделали биопсию, получили диагноз рака предстоятельной железы, нас интересует вопрос, нужно ли этого пациента лечить агрессивно, либо мы можем пациентов этого наблюдать. И я, опять же, не буду останавливаться на характеристике этих маркеров. Они практически на сегодняшний день за рубежом широко используются. И их преимущество в том, что они с высокой вероятностью говорят о агрессивности рака, что позволяет четко выделить ту группу пациентов, которая нуждается в агрессивной хирургической тактике, либо можно подвернуться практически и активному наблюдению. Опять же, существует еще третья группа пациентов, которых уже прошли лечить какую-то терапию, например, радикальную простатокотомию или лучевую терапию. И дальше нам нужно определиться, все-таки перейти к мультимодальному лечению еще какого-то, либо на это можно остановиться. И такой тест, как ДСФР, он практически позволяет говорить о вероятности безметатостической выживаемости в течение 50-летнего периода. Причем его возможности гораздо, понятно, что превышают такие обычные использования в уровне ПСА, данные биопсии, для определения как развития метастазов, так и для определения группы высокого риска. По поводу других попыток персонализировать. Хочу сказать, что идут попытки удешевить различные маркеры прогноза пациентов, в том числе, например, исследования, которые используют мультипараметрическую МРТ в сочетании с данными биопсии и клинических данных. На основании этих данных пациентов уже после радикальной простатоктомии была создана номограмма, которая включала объем простаты, число по ФАЕРАЦ, эстрокапсулярную экстензию, ПСА до операции. И эта номограмма позволяла выделить группы низкого риска, среднего риска и высокого. При этом в группе низкого риска 5-летние данные безрецидивного выживания составляли 100%. То есть авторы говорят, что это гораздо дешевле, чем все биомаркеры и тесты. Тем не менее, такие работы уже появляются. Опять же, изоформы ARV-7 в циркулирующих опухолевых клетках. И в этом плане понятно, что на сегодняшний день это один из примеров персонализированного подхода в выборе оптимальной лечебной тактики у больных к астроциллионным резистентным раком предстоятельной железы. Опять же, мы говорим о широком применении токсанов. На сегодняшний день существуют определенные маркеры микро-РНК, выделенные из изосомов, которые позволяют говорить о резистентности к токсанам. И мы можем уже на сегодняшний день говорить о целесообразности применения этих препаратов в той или иной категории пациентов. Опять же, мутация БРСА-2. Нам необходимо сказать, что практически все пациенты мужчины с раком молочной железы нуждаются в определении в диагностике рака предстоятельной железы. И в этом плане понятно, что лечение препаратового пари для них является оптимальным, что позволяет, в общем-то, опять же, говорить о реальностях персонализации на сегодняшний день в лечении рака предстоятельной железы. Спасибо за внимание. Аплодисменты.